Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы будем говорить о молитвах Иисуса Христа и о Его хождении по водам. Это воскресное евангельское чтение, Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стих. И мы читаем начало этого воскресного Евангелия. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону. Пока Он отпустит народ. Здесь немножко непонятно, почему Христос для того, чтобы отпустить народ, Он отправляет своих учеников вперед. Возможно, это связано с тем, что ученики иногда вели себя неадекватно по отношению к людям, которые стремились приблизиться к Иисусу Христу. Так как в Святых Евангелиях говорится о том, что ученики иногда запрещали приносить ко Христу детей, чтобы Он их благословил. Может быть, им казалось, что дети слишком шумливы, что они будут своим шумом раздражать Христа, но Христос запретил им и сказал, не препятствуйте детям приходить ко Мне. И здесь, когда надо было общаться с большой толпою, тоже возникла опасность, что, может быть, они себя поведут неадекватно. Они были тогда еще плотскими людьми, подлинно духовными людьми. И апостолы становятся тогда, когда в день Святой Пятидесятницы Дух Божий сходит на них. И мы читаем далее. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Вот здесь рассказывается о таинственных молитвах и молениях Иисуса Христа. А о чем он молился? Что нам может рассказать об этом Новый Завет? Кому он обращался в своих молитвах, если он сам был не только истинным человеком, но и истинным Богом? Во-первых, Христос становится человеком, нас ради человека, нашего ради спасения, чтобы научить нас подлинной человеческой жизни. А какая подлинная человеческая жизнь без молитвы? С другой стороны, он чаще научает нас именно уединенной молитве, то есть молитве не на показ, преподавая нам таким образом некие уроки настоящей молитвенной жизни. Евангелист Лука часто сообщает, что Христос молится именно ночью и в уединении. Но мы знаем, что Христос молился и во время трапезы. Это Евангелие от Матфея 14-19. Он молился в важные моменты своей жизни, научая нас в сложные моменты нашей жизни молиться. Это Евангелие от Луки 3-21. Он молился накануне ответственного решения, кого именно избрать апостолами. Это Евангелие от Луки 6-12. Он молится и перед преображением Лука 9-28-29 стих и всем известная молитва в Гефсиманском саду накануне его голгофских страданий. Евангелие от Матфея 26-36 по 44-й стих. И он молится по псалтыре на кресте. Это Евангелие от Матфея 27-46 и Евангелие от Луки 23-46. За кого он молится? Неужели только за себя? Нет. Во-первых, Евангелие от Луки 23-34. Он молится за своих палачей. Евангелие от Луки 22-32. Он молится за апостола Петра. За учеников и последователей. Это Евангелие от Иоанна, 17-я глава, 9-й по 24-й стих. Эти молитвы, они свидетельствуют о постоянной связи с Отцом Небесным. Ведь Бог и называется Отцом, потому что у Него есть Сын. А Сын называется Сыном, потому что имеет Отца. Молитвенная жизнь Иисуса Христа, конечно, всегда будет оставаться тайной. Но эта тайна, она проницаема для нас действием Духа Святаго. О чем апостол Павел пишет, вы не знаете, как молиться и о чем просить. Но сам Дух молится вас воздыханиями неизреченными. И первое, что мы должны усвоить из молитв Иисуса Христа, молиться не на показ, молиться в уединенном месте, ночная молитва, очень хорошая молитва, молиться за себя, за других, не только за друзей, но и за врагов. Участвовал ли Христос в общественных молитвах? Конечно, участвовал. Мы видим его в синагогах, где он выступал иногда в роли чтеца Торы и комментатора. Мы видим, что он приходит в Иерусалим на праздничные дни. Это дни общественных молитв. И особая его любовь к Псалтире, когда на кресте он молится по Псалмам Давида, известный Псалом, «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» научая и нас в разные сложные моменты нашей жизни тоже обращаться к этому боговдухновенному тексту. «И мы далее читаем, и отпустив народ, он зашел на гору помолиться на дине и вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря». то есть та самая лодка, в которую он отправил апостолов, чтобы они плыли в другую местность. И ее било волнами, потому что ветер был противный. лодка – это древнейший символ Христовой Церкви, но здесь мы видим лодку без Христа. Разве может быть церковь без Христа? И когда такое происходит, то волны пытаются опрокинуть лодку и погубить всех находящихся в ней. А лодка была уже на середине моря. Почему уточняется вот эта деталь там на середине моря? Потому что середина моря считается самое глубокое место. Здесь каждое слово несет некую смысловую нагрузку для нас. Ветер противный, то есть который пытается как бы поменять движение этой лодки. Дьявол всегда стремится к тому, чтобы поменять общую направленность нашего апостолата, нашего служения в Церкви, отвлечь нас на что-то земное. И далее мы читаем «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус». А почему здесь говорится о четвертой страже? Вообще говорится о стражах. Ночь тогда делилась на четыре стражи, на три стражи, потому что не спит и не дремлет Господь. Он есть главный страж наш, который оберегает нас. поэтому здесь совершенно неожиданно говорится о нем как о страже, который является определенное время. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Страж, он и существует для того, чтобы прийти на помощь людям, когда они окажутся в беде. И хотя морская стихия, она представляется чем-то совершенно зыбким, как и мир людей, особенно мир политики, который своими водоворотами пытается все время поколебать основания христианской жизни, но Христос идет по водам. Это те самые воды. Из моря выйдет зверь, как говорится в Апокалипсисе. Из мира политики явится Антихрист. Христос спокойно шествует по водам. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. они были напуганы, какая-то фигура двигается по водам. Тем более, что в еврейском народе было представление такое, ну, на уровне фольклора, о том, что фараон египетский, который потонул в одни исходы евреев, он иногда является как некий мираж на водах. И они скричали, подумав, что это призрак. Для кого-то сейчас призрачным представляется и Библия, призрачным представляется все, что мы говорим в церкви, призрачным представляется Бог, как Докинс сказал, что вера в Бога это некая иллюзия, абстракция, что-то призрачное. Но это может только так казаться. Они от страха вскричали. Но Иисус тот час заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Христос часто произносит эти слова, не бойтесь, ободритесь, какое огромное значение эти слова имеют для нас в той неопределенности социальной и политической, в которой мы существуем, в которой существует вся наша планета. И так Господь обращается к ученикам со словами ободрения. Это я, не бойтесь, если Христос с нами, кто против нас? «Яко с нами Бог доразумеют языцы и покоряются», поет церковь накануне Святой Пасхи. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Вот здесь Петр обнаруживает свою веру и прежде всего веру в Иисуса Христа. «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Поистине мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто или что без Христа. Петр самый импульсивный из апостолов. Хотя он был человеком в возрасте, у него была семья, мы помним об исцелении тещи Петра, когда она болела горячкой, Христос ее исцелил при косновении. Но его характер – это характер юноши. И именно потеря такой юношеской преданности осуждается в книге «Апокалипсис», когда Господь говорит, обращаясь к отступникам, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что же ответит Христос на вопрошание Петра? Он же сказал «Иди». Христос говорит не только апостолу Петру «Иди». Он говорит «Иди и мне, и тебе, каждому человеку». Он говорит это с пониманием, с осознанием того, что нам тяжело в этом сложном мире, что все слишком зыбко, начиная от нашего собственного здоровья до политических, социальных потрясений, возможных военных конфликтов, неопределенности за себя и за наших собственных детей в той перспективе, которая нас может ожидать. «Иди». Правда, в Библии иногда говорится о том, что надо остановиться. Сказано «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Но это имеется в виду, когда мы идем не в том направлении. Тогда надо остановиться. Но если мы хотим приблизиться ко Христу, он говорит «Иди», потому что о Боге мы знаем, что мы им живем, движемся и существуем. Поэтому надо двигаться к Богу, а не от Бога. Мир двигается, современный мир в угаре апостасии от Бога. Бог изгоняется из современного мира. Недавно в Западной Европе принимались законы против таинства крещения младенцев, потому что демократы Евросоюза считают вырастет ребенок сам решит. Это как бы ущемление прав. Они хотят свернуть с пути наших детей, внуков, правнуков. Но Христос говорит «Иди». Иди несмотря ни на что. Иди по водам. А ведь это посреди моря. То есть самое глубокое место, когда безнравственность в современном западном обществе уже как бы разверзла грулубины ада. Вседозволенность греха, то, чего люди стыдились 20-30 лет назад, сейчас объявляется нормой. И когда человек противостоит греху, это выглядит для некоторых как некая неправильность, как некая болезненность. И таких людей начинает иногда лечить от веры во Христа, от нравственных принципов, синайского законодательства и нагорной проповеди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Пока мы идем к Иисусу, мы будем идти по бездне стопами гонителя фараона в виде посрамляема. Но это пока мы идем к Иисусу. Именно так все происходит с апостолом Петром. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Вот когда мы имеем эту цель смотреть на Иисуса, как сказано взирайте на начальника и совершителя жизни. Когда мы имеем цель приближаться к Иисусу, когда мы имеем цель искать Иисуса, как Закхей залез на смоковницу, потому что он искал Иисуса, чтобы видеть его. Господь всегда придет в такой ситуации к нам на помощь. Но что происходит с Петром? пока он стремится приблизиться к Иисусу, взирает на Иисуса, он идет по бездне стопами. Но видя сильный ветер испугался. Что значит видя сильный ветер? Он отвел свой взгляд от Иисуса. А как можно видеть ветер? Это какие-то облака, грозовые, тучи, дьявол все время устраивает какие-то представления перед нашим взором, чтобы напугать нас, опрокинуть нас. Вспомните искушение Антония Великого. Какие образы являл дьявол, то змеи наполняли келью, то целое воинство двигалось навстречу к его пещере. Но видя сильный ветер испугался и, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня!» Мы не должны сводить свой взор со Иисуса. Взирайте на начальника и совершителя жизни, учит нас Священное Писание. Петр, который отвел свой взор в сторону от Иисуса, утопает. Но даже утопая, он призывает его имя. В этом смысле подражает царю Давиду, как в псалмах Давида мы находим восклицание «Господи, из глубины возвах тебе услышь мя!» Но в отличие от Петра Давид молится как бы уже утонувший, уже в самой глубине ада преисподней, даже если там Христос силен прийти на помощь. И мы знаем, что Христос сходил в ад и облистал ад сиянием Божества. Какие будут действия Христа? Какие наши действия, когда мы видим, что брат по вере, не дай Бог, священнослужитель или монах начинает утопать в нравственных проблемах и грехах. Аводорофей учит «Даже не подходи к грешнику со словами обличения, если у тебя нет для этого грешника слов исправления». Как действует Христос? Иисус тот час, тот час простер руку, поддержал его и говорит ему. Действия Христа своей последовательности имеют для нас огромное значение. Он тот час протянул руку, тот час поддержал и только потом начинает говорить что-то. Наши действия другие. Мы сначала начинаем говорить «А вы слыхали? Этот впал в такой грех, а этот впал в такой грех, а этот усомнился. Христос так не действует». Иисус тот час простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» Ибо если бы Христос до того, как протянуть руку, поддержать его, сказал бы «Маловерный, зачем ты усомнился?» Эти бы слова Христа вергли бы душу Петра в отчаяние и он захлебнулся бы в этой воде. Действия Христа другого порядка. Этими действиями он научает нас даже не подходить никому со словами обличения, если у нас нет для этих людей слов исправления. И когда вошли они в лодку, ветер утих. В других Евангелиях даже говорится, что Христос ввел его в лодку и только потом сказал «Почему ты усомнился?» Действительно, обличение возможно по отношению к человеку, который уже оказался в некой безопасной ситуации, а обличать споткнувшегося, упавшего, пребывающего в состоянии нераскаянности, грехов – это состояние близкое к злорадству дьявола, который всегда радуется падением особенно верующих людей. А мы должны воспринимать падение в те или иные грехи наших братьев и сестер, отцов-наставников как личную трагедию. И помните известные слова Христа из Нагорной проповеди «Блаженные плачущие, ибо они утешутся». И Блаженный Феофилак поясняет, они плачут не только о своих собственных грехах, но и о грехах других людей. Вот почему Блаженные, ибо мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется и к нам самим. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Лодка – это символ церкви, Христос посреди нас. Когда я в алтаре слышу эти слова, Христос посреди нас, говорит Отец Настоятель, я отвечаю, и есть, и будет. Вот момент такой особой уверенности в том положении, в котором человек оказывается в Доме Божьем, во дворах Господних, как псалмопевец Давид ликовал, возрадовалась душа моя, о сказавших мне, пойдем в Дом Божий. И когда вошли в лодку, ветер утих, все волнения утихают, в других Евангелиях говорится, что он запретил ветру. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему, то есть Христу и сказали «Истинно ты Сын Божий». Сын Божий Бней Элогим по-еврейски. И переправившись прибыли в землю Генесарецкую, жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его и которые прикасались и исцелялись. Эти люди не просят слишком многого для себя, они просят только прикоснуться к краю одежды его. Одежда Христа в толковании святых отцов это святые. Как в день преображения лицо просияло как солнце, а одежды стали белее снега, как белильщик не может выбелить. И в Библии есть прямые тексты, где говорится, что одежды Господа это его святые, он как бы облечен в них, потому что он глава церкви, а не его тело. И когда мы прикасаемся к святым, когда мы через них постигаем евангельское откровение, это правильный путь. Как в книге Песней сказано, что жениха надо искать невесте, идя по следам его жениха овец, а подлинное овцы стада Христова это угодники Божии, святые и праведники, мученики и исповедники. И сам апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Прикасаясь к учению святых отцов, воспринимая наставления святых отцов, мы через них имеем доступ ко Христу. Поэтому мы с благодарностью относимся к святоотеческой традиции, которая являет нам жизнь Христа в нашей повседневности. И овцы стада Христова это христиане 3-го века, 4-го века, 20-го века, 21-го века. Христиане 21-го века это мы, братья и сестры. И от того, как мы себя ведем, зависит, то ли имя Божие ради нас хулиться у язычников, то ли благословляется. А Христос призывает. И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Да, все зыбко, все неопределенно, но Христос в лодке. Сказано, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди. Вознесшись на небо, Христос не покинул церковь. Он сказал, все я с вами во все дни до скончания века. И залог несокрушимости церкви это и есть присутствие Христа в ладье церковной эйкумены, то есть всей вселенской христианской полноты. Сегодняшнее евангельское чтение, оно насыщено великими образами. Здесь есть и метафоры, распознаваемые нами по отношению к той реальности, в которой мы живем. И каждый евангельский текст, особенно тексты, связанные с воскресными евангельскими чтениями, это особое Господнее руководство к действию, которое научают нас, наставляют и открывают новые горизонты для познания возможности жизни во Христе и со Христом, для приближения к Нему. Братья и сестры, подписывайтесь на сайт Экзегет, чтобы вам не пропускать особых евангельских чтений, связанных с предстоящим воскресным днем или с каким-то праздничным днем. Это всегда логично, когда мы получаем хлеб именно вовремя, а назначение Церкви, служителей Христа давать вам хлеб вовремя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok